Александр Кузьмичев рассказывает, оружие купил еще в 90-х. В то время любил охотиться. Сейчас Сайга лежит без дела. Вот и принес ее, чтобы сдать для нужд СВО. Именно такое оружие там наиболее востребовано. Отечественные и иностранные гладкоствольные многозарядные ружья 12-го калибра. С их помощью удобно сбивать БПЛА. Впоследствии охотой перестал заниматься и лежал, скажем так, без дела. Разрешение у меня заканчивалось. Я решил не продлевать и отдать в хорошие руки. Сейчас сотрудники управления Росгвардии по Самарской области готовят к отправке в зону СВО крупную партию оружия. В основном оно было обращено в собственность Российской Федерации. Это невостребованные гражданские ружья и карабины, которые более года хранились на складах Росгвардии и МВД. На складе Росгвардии скопилось достаточно большое количество оружия, которое хранится у нас свыше года. Федеральный закон Российской Федерации от 8 августа 2024 года номер 279 ФЗ внесены изменения в федеральный закон об оружии в части передачи государством военизированным организациям гражданского оружия, перешедшего в собственность Российской Федерации, для дальнейшего его использования, в том числе в зоне специальной военной операции. В текущем году сотрудники управления Росгвардии по Самарской области уже направили в зону проведения специальной военной операции более 150 единиц оружия. Граждане добровольно передали их частям Министерства обороны Российской Федерации по договорам пожертвования. Сдаваемое оружие должно быть технически исправным. Владелец должен предъявить действующее разрешение на него и паспорт. Для ускорения процесса на официальном сайте ведомства запущен специальный раздел. Заявка рассматривается в течение двух дней. При этом граждане освобождаются от административной ответственности, если вовремя не продлили разрешение на хранение оружия. Виктория Шарая, События.